Ты судья? Посмотри же, как написано в Слове Божием производить суды, так и суди. Ты купец и торговец? Посмотри, как велено вести торги, так и веди. Ты слуга? Посмотри, что указано слугам, потому и поступай. Словом «всякий» подробно разузнай, какие идут к нему определения воли Божьей, и разгляди по ним жизнь твою. Распиши все это, как на картине, чтобы для тебя ясно было, как и в чем исполнять волю Божию. Определив таким образом, положи потом исполнять то без размышления и особенно не размышляй о последствиях. В том-то и состоит отличительная черта истинной покорности воли Божией, чтобы, познав ее, творить без размышления. В этом случае говори себе всякий раз в сердце своем «знаю, что вот тут именно такая-то воля Божия, и исполню ее непременно», а что потом будет рассуждать о том «не мое дело». Господь, давший закон, все видит и промыслит о последующем. И какой бы ни случился случай, относительно которого ты определенно знаешь волю Божию, всегда так держи на душе, а как станешь размышлять о последствиях, непременно собьешься с правого пути и погрешишь.